Всем здорова, ребята! Продолжаем проходить Fallout New Vegas. В общем-то, как всегда, на максимальной сложности, ну и с включенным режимом Hardcore. В общем-то, в общем-то, что случилось без записи? Я сбегал по всем торговцам, накупил боеприпасов к нашей мультиплазменной винтовке, в общем-то, сгонял к нашему тайнику в разломе, отпустил Гарауля, да, отпустил его со службы, в общем-то, взял еще мины, ну и на данный момент мы будем выполнять квест Прессинг. Да, я его специально себе выделил, пометил. Выведите из строя пресс бутылочных крышек. Нахожусь я возле автозаправки Посейдон. В общем-то, как вы видите, до штаб-квартиры Сансет Соспарилы, тут у нас, в общем-то, рукой подать. Ну да, эта локация, в общем-то, нами еще не найдена. В общем-то, самое ближайшее место из, в общем-то, открытых мною локаций. Да, весь сайт я, кстати, тоже не открыл. Ну да и ладно. Прекрасно, да, давайте быстренько сохранимся, ну и... Пойдем. А там черти ходят. Так... В общем-то, очень не хотелось бы с ними связываться. Поэтому давайте по возможности мы прокрадемся в яманьих. Если у нас получится, конечно. Кстати, насколько у меня развита скрытность? 44. Ну, довольно-таки маловато. Да, меньше половины. Так, вроде бы пусто там. А, да. Единственное, что я сон не исправил. Так вот, еду, жажду я исправил. 72. Его же можно на 0 вывести жажду. Правильно? 82. Так, нет, мы еще подождем. Да, когда нам захочется пить. Ну и, в общем-то, да, выдвигай... Ха-ха-ха, они меня не заметили. Выдвигаемся, в общем-то, прямо-прямо по направлению маркера. Хм-хм. Блин, так он меня спалит. Я не смогу мимо него пройти. Ну, в общем-то, это не такая уж и большая проблема. Вообще, это не проблема. Ха-ха. Ммм. Стелс-боем можно использовать. Все равно я, как бы, ими не пользуюсь. Еще и 2 килограмма. Тратить, не тратить на них. Они, как бы, да, угрозы не представляют, эти черти. Все-таки же, знаете, я, как бы, человек, вообще-то, рациональный. И для меня, честно говоря, такие действия... О, а чем не выход, а? Мы вот так вот. Прям по горам сейчас быстренько. Секундочку, а там тоже кто-то есть. Обложили, гады. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ты, самое главное... Не стрессуй. Так, а как тут спуститься? Вот к тем ребятам тоже, как бы, это... Подходить не хочется. А нам вот туда вот надо. Блин, здесь высоковато. Блин, поближе к ним тоже не хочется. Они же заметят. Они же не слепые. А с другой стороны, знаете, на вид, как бы, здесь не так уж-то и высоко. Так. Все. Мастер скрытности ниндзя номер один в мире, да. Пожалуйста, к вашим услугам. Видали, че я могу, да? И это всего лишь у нас скрытность 44, да? Или 45. Так, и отлично. Штаб-квартира. Сансет. Соспарилы. Так, позвольте мне войти. Давайте только для начала мы с... О, это я возьму. Пачка сигарет. Бесхозная тут валяется. Так, тут пусто. Так, хорошо. Так, ну все. Здесь, в общем-то, да, можно уже выдохнуть. Наверное, стоит включить фонарик. Так, жратву мы возьмем. Так, да, военная книга. Нет, пожалуй, нет. А тут никого нету. Так, ну, в общем-то, выпивку мы возьмем. Бутылки брать не будем. Хотя, честно говоря, тут на бутылках можно сколотить целое состояние. То есть здесь довольно-таки много пустых бутылок бесхозных. Как вы видите, да, весят они всего лишь килограмм. А стоят они два. Ну, по два это, в общем-то, с хорошим навыком бартер. Можно продавать. А так, в общем-то, да, их можно даже по себестоимости. Вы идите из укрытия и назовитесь законопослушным. Гражданам нечего бояться. Так, а нам и так, и так нечего бояться. Так, честно говоря, вроде бы нам не по сортирам нужно шататься. Нечего бояться. Так, эээм... Идет поиск противника. Пожалуйста, выйдите из укрытия и назовите... Так, тут крышечки кто-то заботливо разбросал. Да, вот этот вот фест. Вспомните, нам вот по мере прохождения рассказывали про... Существует... Блин, знаете, меня перебивают. Давайте я сначала их грохну. Идет поиска. Продолжение заражения дня. Без меня ценивается в отношениях закона. Так, отлично. Так вот, в общем-то... Пожалуйста, покиньте район на время восстановления порядка. Где ты? Восстановление порядка. Давайте мы заставим его замолчать. Идет поиск противника примитения. Да. На чем я остановился? Так вот, нам рассказывали... Да, это все можно взять. Нам рассказывали про существо, которое, в общем-то, за крышки с синими звездами исполняет мечту или мечты. Ну, что-нибудь исполняет. Так вот, этот самый фестус, который там вот лежит, это и есть... В общем-то, начало этого квеста. Кому интересно, в общем-то, может... В общем-то, этот квест выполнить. Я его не буду выполнять, ну, потому что нужно шататься по всей, в общем-то, пустоши. Собирать эти крышки со звездами. Преступник на свободе. Не пытайтесь задержать его. Так, есть. Слушайте, а вот эта вот винтовочка, все американские, она... Отличные криты выдаёт. Противник. Меня искать не надо, я всегда на месте. Так, робот-разливальщик, он нам не агрессивен. Так, ну, в общем-то, да, бутылки мы... Санксет со спарилой мы заберём. Их можно, наверное, будет выгодно продать. Так, а... В какой стороне? В той стороне, да? Идёт поиск противника. Так, ну, хорошо, да. Поиск противника идёт. У нас всё движется. А ты кто такой, кстати? Так, ну, это мы тоже подберём. Нечего добру пропадать. Так, нам нужно, вообще-то, в ту сторону. Бояться, да? Нечего бояться. Да чё меня бояться? Мне бояться не надо. Я же это самое... Хороший парень. Идёт. Зона чиста. Блин, я, по-моему, пришёл в то же самое место. Так, нужно свериться по карте местности. Да. А вот это вот куда... Это просто двери, да? Так, хорошо, двигаемся по, в общем-то, трупам роботов-погрузчиков. Не пытайтесь бежать. На вас убедит. Так, кто-то ещё хочет бунтовать. Вот он там вот впереди шатается. Ужасно прыгает прицел. Есть. Ну да, в общем-то, я решил всё-таки ж... Патроны 5.56 потратить. Так, сек... А, вот он. Вот он, этот самый пресс. Смазка на крышечном прессе свежая. А это значит, что его совсем недавно использовали. Давайте вытащим из машины все существенные компоненты. Три металлолома? Это все... Все существенные компоненты, что ли, по-вашему? Так, хорошо. В общем-то, квест мы выполнили. Так, терминал. Блин, средний, средний. О, даже прикиньте, с первого раза получилось взломать его. Просмотр сообщения. Компания Sunset соспарила внутренняя сеть. Кому? Марджи Уокер, представитель союза перевозчиков. Тема плохие новости. Текст. Заранее прошу прощения, если в тексте встретятся ошибки. Я использую сейчас новое устройство для диктовки. Марджи Босс только что заказал какого-то новомодного робота, который должен частично взять на себя твою работу. Доставку. Естественно, я не должен об этом трепаться, но ты все равно скоро узнаешь. Как появятся дополнительные сведения, я тебе напишу и расскажу. Только никому ни слова. Хорошо. Давайте просмотрим черновик. Кому Марджи Уокер, представитель союза перевозчиков, тема совсем плохие новости. Эх, с нас проблемы, помнишь, на днях я говорил тебе об этом таинственном экспериментальном роботе. Эта проклятущая машина теперь единолично занимается всей дистрибьюцией в районе Вегаса. Отпуск, который отправили твоих ребят, невременный, он постоянный, черт. Президент хочет меня видеть, я закончу позже. Так, видимо, у тебя и для себя были совсем уж плохие новости. Так, отлично. В общем-то, мы... Мы квест выполнили, нам нужно возвратиться к Элис Маклаферти и сообщить ей хорошие новости. Эта, кстати... О, так у нас совсем-совсем чуть-чуть до уровня. Ну как, чуть-чуть? Меньше тысячи, конечно. Но с другой стороны, это же немного, правда? Так, давайте мы сохранимся. Да, я себе тут кофейку сделал. Ммм... Слишком сладкий кофе сделал себе. Ай! Как с этим жить? Хорошо. Давайте мы, да, вот, вернемся в компанию «Красный караван». Что за стрельба? Так, ну и все равно, да? Стреляют и стреляют. Самое главное, не в меня. Так, да-да. Вы все такие дружелюбные, блин. А что, вы по ночам работаете? Ребята, вы прямо молодцы. Таких работничков. Так, нам сюда. Видимо, президентша компании «Красный караван» спит со своими охранниками. Не-не-не... Обратно давай. С возвращением. Крышечный пресс больше не проблема. Хорошо. Не сомневаюсь, что все сделано тщательно. Вот твой гонорар за отличную работу. Так, 500 крышек. И... До свидания. Приятно иметь с тобой дело. Так, прекрасно. Нам как раз... Нам как раз опыт совсем не помешает. Крышки, да, крышки у меня есть. Крышки мне не нужны. Так, еще один есть... Легкий квестик. Который, в общем-то, тоже неплохо было бы выполнить. Так, для этого нам придется вернуться, в общем-то, во Фрисайд. Это место, в общем-то, разврата и падения человеческой души. А зайдем мы к королям. А именно, к королю. Ну и вот у него тоже, вот, возьмем... Довольно-таки простенькую работу. Но самое главное, что... За нее должны, по идее, хорошо... Дать опыта. Насколько я помню. Привет. Здорово, да. Не понял. Вот, блин, вот так не люблю, когда король поднимается к себе в этот... В номер. Нужно искать лестницу наверх. Так, ну, нужно искать лестницу наверх второй раз. Вот она, да? Поклонница короля. Так, эээ... Откуда у тебя этот собака-робот? Я получил Рекса от одного мародера пару лет назад. Он был слегка разболтан, когда мне достался. Но один из последователей привел его в порядок. А с ним что-то не так, да? Он странно себя вел в последнее время. Я привел его к последователям. Они осмотрели его и сказали, что у него испорчен мозг или что-то такое. С ним все будет в порядке? Пока да. Но они говорят, в конце концов, ему станет хуже. Я не знаю, что делать. А они могут с ним что-то сделать? Нет. Они говорят, у них нет нужных инструментов. А я могу чем-то помочь тебе? Я не знаю. Может быть. Если ты придумаешь, как помочь моему бедному Рексу, я буду тебе очень обязан. Лучше всего поговори с Джули Фаркас в старом мормонском форте на севере. Может тебе повезет больше, чем мне. Так, отлично. Ладно. Увидимся позже. У нас добавлен новый квест. Список заданий. Собачья жизнь нам нужно переговорить с Джули Фаркас о том, как помочь Рексу. Так, да. Музыка у них, конечно же, здесь классная. Базара нет. Блин, но ступеньки, ребята. Ступеньки, это вы, конечно... Да, да. Кто бы там мне это не сказал. Так. Закрою-ка я дверь. Блин, нет. Я же хотел себя закрыть. Вместе с этими... Ладно. У нас контент, в общем-то, для детей. И не очень. Поэтому мы спускаемся еще на этаж ниже. Привет. Дорого, да. А, ну да. В общем-то, нам нужно в мормонский форт, да. Тут, в общем-то, три шага. Все, что можно купить и продать, можно найти у Мико и Ральфа. Да, я, в общем-то, спасибо, да, малец. Я, в общем-то, закупился прям по самое... Не хочу. В общем-то, купил, переделал множество боеприпасов. Для нашей мультиплазменной винтовки, так сказать, основного оружия. Так, ну да, в общем-то, на улице ночь. Скорее всего, эта самая докторша отдыхает у себя в кровати. Ты что тут шатаешься? Подкатываешь? А, надуплит в стену. Приятно видеть тебя снова. Король сказал мне, что ты можешь мне рассказать о робопсе. Рекс, у меня каждый раз сердце разрывается, когда я его вижу. Такой хороший пес. Король приводил его сюда на лечение, да? Да, пару месяцев тому назад пришлось сказать ему, что мы ничем не можем помочь. То есть вы не можете его вылечить? Неужели нет, состояние Рекса далеко выходит за пределы наших возможностей. Ему нужна операция на мозг и сложная работа кибернетиков. Неужели нет шансов, что он поправится? Я этого не говорила. У нас нет нужного опыта и знаний, но я знаю человека, который может помочь. Есть один старый ученый, он специализируется на таких вещах. Его зовут доктор Генри. Если кто и поможет, то только он... Знаем, знаем такого, да. Последний раз, когда я о нем слышала, он жил в Джейкобстауне, далеко на северо-запад отсюда. Спасибо, ты мне очень помогла. Не вопрос. Так, ну все, да. До свидания. Она, в общем-то, тактично промолчала. Так, что-то я там краем глаза, да, прочитал, что нам нужно возвращаться к королю с известием, что Рекса можно вылечить. Так, да, воспользуемся, в общем-то, нашими ногами. Благо, что тут идти недалеко. Быстрым перемещением не будем пользоваться. Знаете, меня вот в Фоллауте удивили комментарии некоторых ребят, которые, в общем-то, насколько я понял, они играют в Фоллаут, ну, имеют какой-никакой опыт, но они не знают, что есть быстрое перемещение. Мне даже, знаете, вот внутренне как-то жаль таких людей. Блин, это как вы играете, ребята, когда тут нужно с одного конца карты в другой конец карты идти. Вы чё, пёхом всё это тарабаните через всю карту и потом обратно? Не, это как бы, это, конечно, реализм, я понимаю, да, но это, по-моему, чересчур для моего. Эта пошла сюда, легла. Так, воровать вино мы не будем. Так, хорошо. Здорово, да, не поскажешь, где у вас тут лестница наверх. А вот она. Так, прекрасно. Так, мы идём к королю и скажем, что его пёселя можно вылечить. Ладно, увидимся позже. После того, как тебе удалось разобраться с этими солдатами, всё пошло куда лучше. И ещё раз спасибо. Так чем я могу тебе помочь? Джули Фарка сказала, что в Джейкобстауне есть человек, который может вылечить Рекса. Чё она сказала? А чё тогда не сказала мне? Конечно, если подумать, когда я пришёл туда, я был ужасно зол. Я смутно припоминаю парочку перевёрнутых столов. Вроде я даже врезал кому-то из её докторов. В любом случае, это отличные новости. Проблема только в том, что здесь только всё происходит, что мне не до путешествия. А мои люди нужны мне здесь, чтобы присматривать за порядком. Кажется, ты ужасно интересуешься Рексом. И мы с тобой уже неплохо поработали вместе. Вот что я скажу. Если пообещаешь доставить Рексика к этому доктору, я его тебе одолжу. Что скажешь? Разумеется, я обязательно вылечу его. Даже не знаю, как тебя благодарить. Да, есть несколько вещей, которые тебе нужно знать о старине Рекси, раз уж вы собираетесь вместе путешествовать. Во-первых, он ненавидит крыс, просто не выносит. Гигантская крыса или кротокрыс без разницы. Стоит ему учуять запах, и он несётся за ними, как пуля. Обычно он довольно послушан, но если погонится за грызуном, тебе придётся его догонять. Во-вторых, ему не нравятся шляпы и люди в шляпах. Не спрашивай. Понятия не имею, почему. Может, они кажутся ему похожими на крысь? Вроде бы всё. Но ещё бывают у него моменты, когда его мозг начинает шалить, но я надеюсь, ты с этим разберёшься. Удачи вам обоим. Береги моего Рекса, лады. Рекс, это твой новый хозяин. Защищай его, как меня. Рекс дал вам способность поиск и пометка. Так, в общем-то, не парься за своего Рексика. Ага, всё, он двигается за нами. Привет. Мы его, в общем-то, починим. Будет он как новенький. Единственное, что... Да где эта лестница, блин, ну... Как у вас тут... А, вот оно. Ой, ненавижу это здание. Вот прям вот... Оно... Ну, оно же не для людей как-то создано. Как дела? Да пока не родила. Так, отлично. Выход, выход. Вот он, выход. Как твои... Так, заткнитесь, пожалуйста. Да, быстрым перемещением мы переходим в Джейкобстаун. Как вы помните, там обитает доктор Генри. Бывший учёный Анклава. Ну и он может, в общем-то, починить этого пёсика. Так, прекрасно. Прямо двигаемся, да, вот. Прямо к доктору. В общем-то, как... Как и надо по этому квесту. Обожаю такие лёгкие квесты, когда что-то нужно вот... Принести, передать, отнести, вот что-то сказать. В общем-то, не нужно париться. Как бы деньги... Деньги нам особо не нужны. А вот опыт... Опыт... Здравствуйте. Так, где он? Вот он. Я могу чем-нибудь ещё тебе помочь? С моим кибер-псом что-то неладно. Мне сказали обратиться к тебе. Нейронный распад. Пиагель может сохранять мозг лишь какое-то время. А потом нужна замена. Я много лет не покидал Джейкобстаун. Но в Новаке жила одна женщина. Гибсон. У неё вроде была свора собак. Кроме неё, насколько я знаю, черти и легионеры Цезаря держат боевых псов. Там могут быть ценные экземпляры, если ты сможешь до них добраться. Так, ну у нас, в общем-то, есть мозг одной из собачек. Ну, можно, в общем-то, в легионе Цезаря, можно отобрать у этой самой Виолеты, или Виолета, это собака. У её хозяйки, короче, или... Или-или, да, отобрать мозг собачки. Да, ну или у этой тётушки Гибсон. Да, у которой там дофига собак, которая там на свалке живёт. Можно у неё приобрести. Ну, у нас мозг, как я говорил ранее, и так есть. Вообще-то, у меня есть новый мозг для Рекс. Так-так, покажи мне, что там у тебя, чтобы я мог оценить потенциал. Мне удалось убить собаку чертей по кличке Виолетта. А, Виолетта это собака. Ну, её хозяйка, я не помню, как её звали. А, Вайлет, да. Вайлетт, а её собачка Виолетта. Ну, это неважно, это уже всё в прошлом. Как сама Вайлетт и Виолетта. Крупный мозг. Так, поглядим. Проклятье! Имеются следы наркотика Турбо. И в большом количестве. Если мы пересадим ему этот мозг, Рекс станет быстрее. Так, давай, вперёд. Пересади Рексу мозг Виолетты. Присядь. Это займёт какое-то время. Рекс получил способность Отличный следопыт. И теперь может бегать быстрее. Отлично. Квест. Квест завершён. 500 опыта нам. В общем-то, дали. До следующего уровня у нас... Оно у нас тут прямо совсем чуть-чуть остаётся. До следующего уровня. 153 сон. А у меня есть кофе или... Не, ну у меня-то есть кофе. Я-то себе сделал. Я имею в виду... Нашего игрового персонажа. Ну он даёт жажду. Но снимается он. Давайте мы бахнем... В общем-то, атомный коктейль. Один. Аж 7 радиаций. Так, зато нашему герою не хочется спать. Но, между прочим, ему хочется кушать. Так, макарончики. Собачатина есть. Так, не, ну это много. Что-нибудь такое вот. 72. А сколько там? 43. Да, не, можно... Можно так оставить. Так, а вот с жаждой нужно разобраться. Ну вот ещё одну бутылочку. Можно грязной водички бахнуть. Кстати. Можно и антирадина бахнуть. Так. Всё прекрасно. Так, кстати. Можно продать лишнее. Чё таскать всё это? Здорово, да. Покажи, что есть на продажу. Ладно. Мир бокса без оружия. А давайте возьмём такой журнальчик. А у нас его ещё и нету. Кстати, пусть будет. Так, зато у неё денег почти 4 тысячи. Так, где эта санкция соспарила? Один из килограмм... Ну, чё, на бутылок данного напитка. Таскать я, конечно же, не собираюсь. Так, вот гильзы, да. Гильзы отдам. Так, импульсная мина и импульсный пистолет нам пригодятся. Металлолом тоже можно продать-отдать. Шприцы пустые. Собачатину. Шкуру собачью. Нафиг она не нужна. Что с ней делать? Кстати, топливо огнемётное. Шкура койота. Так, ну вот ядерные батареи мы тоже продадим. Спасибо. Слушай, а ты не можешь починить? Да, вклинуть. Вот импульсный пистолет. Навык ремонта, смотрите, у неё 60. Довольно-таки высокий. Так, ну хорошо, да, всё остальное починить нельзя. Пока. Пока. Вот и нормально. Вот это вот я понимаю. Деловые отношения, ничего лишнего. Так, Рексик. Давай-ка ты возвращайся, это самое. Как чувствуешь себя, мальчик? Довольный лай. Ты точно выглядишь получше. Так, ну всё, Рексик, нам пора расстаться. Да, это точно. Вы лишили способности Рекса поиск и пометка. Рекс вернулся во Фрисайт. Так, ну отлично. А мы, в общем-то, да, мы... Переговорим с Лили. С возвращением, дорогуша. Думаю, нам стоит путешествовать вместе. Это прекрасно, золотце. Лили дала вам способность стелс-гёрл. Так, прекрасно. Ну и так как у нас, по сути, уже финал игры, да, мы движемся к нему просто семимильными шагами. А я... Так, ну это... Это дополнение. Это дополнение, дополнение, дополнение. Это Бенни. И это нам нужно переговорить с мистером Хаосом, да? Ну отлично. Лишних квестов, как говорится, нету. А я вам обещал посетить одно из интереснейших мест. Им на убежище 11, вроде бы. Ой, не волнуйся за меня, золотце. Бабуля знает, как не шуметь. Так, прекрасно. Да, вот убежище 11 рядом с вот этим вот солёным озером. Жуткое место, страшная тайна скрывается здесь. И, в общем-то, да, я много раз, по-моему, про него говорил, что я бы очень хотел записать именно прохождение этого убежища. Ну и у нас, в общем-то, отличная возможность для этого есть. Кое-что мы тут уже зачистили. Ой, буря. Давай, ну. Бысь твоей снайпер. Так, Лили, пожалуйста, давай ты лучше это дистанционное оружие. Ну, если ты настаиваешь, но Лео этого не поймёт. А мы пошлём его нафиг, этого Лео. Кем бы он ни был. Так, прекрасно. Я, в общем-то, напомню, да, потому что мы читали уже, что в этом жутком убежище проходят странные выборы. Очень странные выборы. Так, ну, пинцетик, ну и чудо-клей тоже было бы неплохо. Забрать и кое-что отсюда вынести. Почему бы и нет? Ну, в общем-то, деньги зарабатывать никто не отменял. Так, а зарабатывать нам... Кого ты там уже увидела? Бабуля. Так, прекрасно. Грохнули мы этого богомола. Так, хорошо. Спускаемся ещё ниже. Ну, допустим, да. Допустим, так. Так, нет, это не возьму. Так, ты, короче, стой на стреме. А я сейчас быстренько по этим... По ящикам прошвырнусь. Так, в общем-то, не помню, читали мы, в общем-то, сообщение на этом терминале или нет. Но давайте перечитаем. Дорогие сограждане жители убежища. Поздравляем с началом выборов. Ваша приверженность демократии – фундамент, на котором зиждется стабильность жизни в Убежище 11. Чтобы помочь вам принять решение на выборах нынешнего года, коалиция голосующих блоков Убежище 11 составила настоящий бюллетень по избранию достойного образованного руководителя общества, или добро, где содержится список основных кандидатов на пост смотрителя, их заявления и позиции по ключевым вопросам, и, что наиболее важно, перечень поддерживающих их блоков. С уважением, Рой Готлиб, председатель коалиции голосующих блоков Убежище 11, президент блока Правосудия. Кандидат. Генри Гловер. Поддержка блок Прагматики, блок Божья Воля, блок Объединенные Рабочие. Я счастливый муж и отец шестерых чудесных детей. Мой старший Сэм попал в этом квартале в список лучших учеников, и я им очень горжусь. Мой малыш Генри Младший. Только что произнес свое первое слово, и им было папа. Я уже избран и уже связан обязательствами. И он еще совсем младенец. Друзья, когда вы пойдете к урнам для голосования, пожалуйста, подумайте о своих собственных детях. А потом подумайте о моих Сэмми и Генри Младшим. Представьте себе их лица, смотрителем должен стать Нейт Стоун, а не я. Кандидат Донна Хелли. Поддержка блок Человеческое Достоинство, блок Инженеры Убежища. Я в курсе, какие слухи обо мне бродят. Я хочу, чтобы все знали, это гнусная ложь, которую распускают другие кандидаты, ведя свою грязную игру. Я никогда в жизни никого не расслевала. Не говоря уже о четырех таких случаях. Но даже если бы так, это вовсе не значит, что нужно за меня голосовать. Учтите тот факт, что в отличие от моих оппонентов, я не обладаю ни образованием, ни знаниями, необходимыми для занятия этого поста. Я ничего не знаю о том, как руководить. Вы не найдете кандидата хуже, чем я. Могу обещать, что мое правление приведет к катастрофе. То есть, насколько я понимаю, они тут как бы наоборот, да? У них голосование типа наоборот. Типа они все свои пороки предъявляют на общее обозрение. Следующий кандидат Натан Стоун. Поддержка Блок Правосудия. Это смешно. Я никак не мог стать кандидатом. Я не стал бы, если бы не гнусные политические интриги, в которых мы тут погрязли. Тошно вам должно быть стыдно. Так, уведомление о переносе срока. Уважаемые сограждане, в связи с трагическими событиями последних нескольких дней коалиция голосующих блоков убежища 11 провела анонимное голосование и решила отложить выбор осмотрителя в целях успешного расследования серии убийств. Служба безопасности работает денно и ночно, чтобы найти преступника. И определенное продвижение в этом направлении уже имеется. На все воля божья, но если виновного разыщут быстро, мы можем обрести хорошего кандидата на пост смотрителя. То есть они тут как бы всех, да, маргиналов, всех каких-то преступников, всех, в общем-то, мудозвонов и мудил выдвигают почему-то на пост смотрителя убежища. С уважением, Дерри Харт, президент блока Человеческое Достоинство. Приказ смотрителя 745 Настоящим отменяется традиционная процедура избрания смотрителя. Данное распоряжение вступает в силу немедленно. Вместо ежегодного голосования гражданин или гражданка будут выбираться за месяц до начала своего срока с помощью программы генератора случайных чисел, что обеспечит процессу назначения беспристрастность и честность. Кэтрин Стоун, смотрите. Так, чего ты там заметил? Да он уже сдох. Это крыса. Никто так не поступал, как я поступал, скорее всего. Да, можно было и так выйти. Хорошо, мы спускаемся в этот ад. Так, я еще с вашего позволения глотну кофе. Ага, это на верхний уровень. Я так полагаю, что нам наоборот нужно спускаться в эту самую бездну. А вы заметили? А я сразу же заметил. Вот эта вот штучка. Ваш навык работы со взрывчаткой слишком низок, чтобы обезвредить эту ловушку. 45. А у меня какая взрывчатка? Б-б-б-б, да. Нет. Два... Ага, у меня по 10, да, журналы дают? У меня всего лишь по 10. Да, по 10. Так. А давайте мы сделаем... Вот так. Отлично. Я доволен. Так, что за общий... А, ну это мы читали. Это мы читали, мы идем далее. Так, Лили, ты, конечно, наверное, даже не рад. Или рада. Ну, хотя, знаете, супер-мутанты, они беж... Бесполые. Так, нет, фонарик как раз... Лили, это ты так дышишь? Сексуально. Мне очень на ухо. Хе-хе-хе. Это... Это жестко. Так, ну здесь я, похоже... Что здесь я тоже был. Так. И похоже, что я отсюда... Кое-что, скорее всего, взял ценное. Так, хорошо. Что у нас здесь? Планшет. Так, ни дать, ни взять, планшет мы не возьмем. Давайте в эту дверь пойдем. Так, а вот камеру я возьму. Ну да, он там внизу. Этот грызун. Так, ну давайте мы, может быть... Админ. А тут есть security. Так, ну здесь я был. Хе-хе-хе. Здесь ничего нету. Здесь, в общем-то, да. Все ценное вынесено. За скобки, так сказать. Так, хорошо, тогда хапаем... Не такое ценное. Секунду. Патроны. Патроны. Так, а чё? А чё здесь? Я не обшмонал ничего. Так, ну ладно. Хорошо, что зашел, как бы. Так, гранаты мы тоже подберем. Вот проводник. Хотя он, честно говоря, тяжелый. Тяжеловатая штуковина. Так, виски. Виски. Терминал службы безопасности. Показания. Выдержка из протокола допроса обвиняемой Кэтрин Стоун прокурором убежища Джерардом Нелсом. В. Хорошо, продолжим с того места, где мы закончили Кейт. Кэтрин, да. Давайте я буду, скорее всего, да, читать, как Джерард и Кейт. Кэтрин, да. Кэтрин. Так, Джерард. Извините, верно, Кэтрин. Я забываю. Так, Кэтрин. Мой муж называет меня Кейт. Или давайте я лучше всё просто подряд буду читать. Так, мне кажется, будет более красивее, чем вот это вот... Всё распределение на голоса и, в общем-то, роли. Вы рассказывали мне о разговоре, который предположительно имел место между вами и Роем Готлибом из блока правосудия. Не предположительно имел. Мы это уже обсуждали. Но это лишь ваши слова, миссис Стоун. Но, пожалуйста, вернёмся к тому разговору. Вздыхает. В принципе, логично. И, по вашим словам, что предложил мистер Готлиб, он сказал, что может повлиять на свой блог, воспрепятствовать выдвижению. Но только если я... Только если что, Кэтрин? Только если я... Только если вы окажете услуги... Сексуального характера? Да. Мистеру Готлибу? Нет. Всей верху... Чё? Всей верхушки блока и их друзьям. И вы согласились? Но что я могла поделать? У них было большинство. Как долго это продолжалось до момента выдвижения? Я точно не помню. Месяц, возможно... А когда они выступили, поддержали кандидатуру вашего мужа, несмотря на якобы имеющееся соглашение, вы именно в этот момент решили убить членов блока. Да, я подумала. Это шаткое большинство. А если я немного его уменьшу, захватив верхушку блока, могут выбрать кого-то иного. В предположении, что вас не поймают. Нет, мистер Майлз. Я ожидала, что меня поймают. Это самое лучшее развитие событий. Теперь они выберут меня. Признавшуюся преступницу, убийцу... Вы думаете, избиратели рискнут поставить вас главой? Им нужно кого-то выбрать и жить с чистой совестью. Да, но поживем, увидим. Так, выборы, управление... Уведомление, прошу прощения, переноси срока и приказ смотрителя мы уже читали. Да, в общем-то, как вы понимаете, это убежище полностью... Сенсорный модуль. Полностью погрязло в коррупции и разврате. Так, а это у нас офицерский офис. Или офисы. Так, ну что ж, спускаемся на нижний уровень этого жуткого убежища. Ты живой или? Так, вообще-то там кто-то есть. Ну, туда не пройти. Так, это получается... А, ну да, у меня же легкий шаг. Я, честно говоря... Я немножко оторопел. Я же говорю, легкий шаг, это да. Это спас... Очень и очень классная вещь. Так, давайте мы попробуем обезвредить самовыстреливающийся дробовик. Так, растяжку мы тоже оборвем. Хорошо, что она не зашла первой. Вернее, он, супермутант, не зашел первым. А, иначе, это как бы... Ловушка бы сработала. Так, хорошо, хапаем. Хапаем, ценное все. Тут пусто. Тут нужен ключ. Ага, и нам, скорее всего, нужно вот туда вот. Так, это получилось. Ага, отсюда мы пришли. Ну, давайте попробуем вот обойти. Посмотрим, что у нас здесь. Хотя, стоп, секунду, я здесь был. Это Атриум. Давайте спустимся еще ниже. Это получается у нас... Атриум. Атриум в этой стороне. Так, прекрасно. Вроде бы пока что ничего сложного. Так, металлич... А, нет, тарелку. Ну, зря, зря взял. Ладно, не буду ее выбрасывать уже. Честно говоря, зря я взял эту самую тарелку. Так, а здесь это самое не реакторное? Ну, иди, ну... Как же они, блин, любят вставать на линии огня. Так, прекрасно. Двигаемся дальше. Так, это давайте мы все-таки же взломаем. Так, это все мы возьмем. Так, да, не забываем смотреть. Блин, тут радиация. Не забываем смотреть себе под ноги. Так, радыкс можно взять. Взять и скушать. Это средняя дверь, да? Так, прекрасно. Ее мы взломали. Это куда? Нырнуть надо. Хе, не хочется. Так, сюда не пройти. Слушай, ну... Тут же не просто так. Ладно, давайте мы для начала нырнем. Так, где у нас дыхательный аппарат? Так, тут весь... Весь этот этаж затопило, походу. Так, ну, это мы возьмем, да? Че оно здесь будет, в общем-то, сидеть? Мокнуть? Я думаю, этому мы найдем достойнейшее применение. А именно, да, именно продадим. Так, ну вот ядерную батарею, да? Что у нас в шкафах? Затаилась. Ну, здесь пусто, да. Так, это мы обшмонали. Эту дверь мы открыли. Куда она ведет? Сейчас мы... Сейчас мы и проверим. А здесь, да? А здесь только водным дыханием, да? Ты здесь как бы захлебнешься без водного дыхания. Так, ну здесь ничего нету. Секундочку, где оно? Вот оно. Так, хорошо. Так, прекрасно. Эти крыс мы, в общем-то, подстреливаем. Стреливаем. Куда эта дверь ведет вообще? А-а-а-а, блин, я понял. То есть я просто пропыл по дну, да? Ха-ха-ха. Так, тут просто можно было войти в эту дверь и выйти, да, вот с этой вот стороны. Так, ну что ж, прекрасно. Но тем не менее, мы узнали, что, куда и зачем. И каким образом. А где... где мой компаньон? Да, знаете, мне что-то в последнее время больше и больше нравится этот автомат. Так, ну я-то мину заметил. Так, есть. Так, вообще-то у меня должен быть уровень. Он был... Он как бы был не за горами, да? Ну, совсем чуть-чуть. Сколько? Шестьдесят, да? Шестьдесят опыта. Тут уж совсем чуть-чуть вот прямо вот остается. Так, ну жиротву возьмем. Где? Кто? Где? Где ты? Покажись. А, вот ты. Э, ты, ты че как-то резкий, ты че? Офигеть, что случилось? Так, тут боеприпасы есть вообще-то. Ну вот, кто тут растяжку удернул, а? Скорее всего, этот самый богомол зацепил растяжку. Так, давайте взглянем, что в контейнере у нас. Сковородку берем, тарелки оставляем. Так, у них тут типа, типа кухни, что ли? Этого вообще сюда подкинуло. Так, водичка. Водичка, это хорошо. Нож. Пускай будет. Так, у нас, кстати, у нас с вами прямо вот вес заканчивается стремительно. Так, вроде бы здесь мы все разнюхали, проверили. Э, ты че такой резкий, ты? Уйди от меня, тварь. Уйди от меня, тварь. Да уберите его от меня. Так, прекрасно, патронов не жалко. Ради такого дела. Так, ну да, уровень. У нас уровень 24. Что мы можем себе позволить поднять? Ну, конечно, медицину было бы неплохо. Так, ну и у нас можно выбрать какую-нибудь способность. Ну, вот, ускоренный метаболизм. Или бешенство ботаника. Давайте выберем все-таки же бешенство ботаника. В общем-то, да, я не знаю, некоторые считают это абсолютно бесполезным перком. Я же наоборот, я считаю довольно-таки хорошим перком. Но он иногда позволяет просто, это, спасти жизнь. Так, речи Гуса Олдсона, амбусмена на ежегодных выборах смотрителя. Так, у нас пароль, оказывается, добавлен. Так, а я именно хотел послушать... Так, ага. Бетти, пароль. Давайте мы прочитаем речь Гуса Олдсона, амбусмена, подготовленная к ежегодным выборам. Смотрите. Добрый день. Каждый год амбусмен должен не только предварить выборы официальной речью, но и занести это в события в хронике. В надежде, что они когда-то будут найдены. Представьте, закончится срок последнего смотрителя. Тот спустится, чтобы принять смерть в камере под своим кабинетом. В убежище станет тихо. И вот придет день, и археолог, человек, лист с поверхности, представитель, ли какой-нибудь неизвестной расы сверхсуществ, найдет наши записи и занесет их в общие исторические аналы. Однако, недавно мне открылось, что не эта причина главная. Я думаю, мы ведем записи, потому что хотим верить, что однажды найдем в архивах ответ всему. Возможно, он обнаружится лишь тогда, когда хроники будут завершены и история рассказана до конца. Мы хотим найти смысл, понять, почему компьютер-убежище убьет нас, если мы не будем ежегодно приносить одного человека в жертву. Осознать, зачем мы продолжаем избирать, несмотря на ничем не сдерживаемое разложение, прошу прощения, охватившее нас уже десятилетия назад. Когда-то все было просто, выборы означали рукопожатие и поцелуи. Но ныне, с образованием голосующих блоков, общество пронизано коррупцией, запуталось в кубке интриг, растет поток наркотиков и еще бог знает чего. Мы должны знать, зачем эти выборы. Я внимательно просмотрел архивы и могу сказать, что там нет ответа. Вы найдете запись о первом смотрителе, единственном, кто вошел в это убежище, зная о будущих жертвоприношениях. Ну и у него не было ответа. Если бы был, то он предвидел бы бурю, которая разродится, когда он поделится с людьми новостью. Конечно, он мог бы догадаться, что они захотят выбирать жертву демократическим путем, таким, которым позволил бы жить в мире со своей совестью, совершая ужасные поступки. Мог бы предвидеть, что и сам и станет первым избранником, и что две ипостаси смотрителя и жертвы наконец сольются воедино в убежище 11. Но не догадался, у него было ответов не больше, чем у любого из нас. Записи свидетельствуют, когда жители узнали, что паролем к жертвенному залу было имя его жены Бетти, они открыли дверь и отправили его на смерть. Спускаясь, он рыдал, как дитя. Я могу только задаться вопросом, если ответа найти нельзя, сколько времени мы будем продолжать так жить, просто потому что не видим иного выхода. В любом случае, я продолжаю надеяться, что мы найдем то, что ищем. Я призываю вас последовать моему примеру и вчитаться в наши хроники. Вы сами увидите, что еще недавно нами правили человечность и достоинства, и мы не должны были краснеть, вспоминая свои деяния. Спасибо за внимание. Да, то есть, как бы, понятно, что они просто выбирали, да, вот, смотрителей и отправляли их на смерть. Так, ну это, по-моему, это мы читали, да? Мы только что это прочитали. Так, пароль от терминала-смотрителя у нас тоже есть. Поэтому, скорее всего, мы можем просто убираться отсюда. Да, честно говоря, жуткая история. Так вот, почему они, в общем-то, да, вот, выбирали именно самых-самых отъявленных негодяев. На роли смотрителей. Так, я, честно говоря, не уверен, иду ли я правильно. Так, ну, в воду, в воду мы залезали, да? Я думаю, лезть второй раз в одну и ту же воду, в общем-то, мне как-то, не знаю, не по тяге. Так, нам сейчас нужно добраться до кабинета-смотрителя. Пароль у нас уже есть. Так, нет. Скорее всего, обратно. Куда-то запропастился мой компаньон. Так, секунду, а тут тоже растяжка. Давайте мы её обезвредим. Так, ну здесь я вроде бы, да, я... Я вроде бы здесь всё забрал. Так, нет, это вода. А-а-а-а... И... И... Как... Как мне попасть в кабинет... Как мне попасть в кабинет смотрителя? Так, нет, ну не так. точно. Точно не так. А, блин, вот он. Вот он, да, этот кабинет смотрителя. Прям под боком. Так, отлично. У нас есть пароль к терминалу. Так, ну это мы читали, да? Давайте откроем жертвенный зал. Так, прекрасно. В общем-то, да, ребятки. Кружка. Я вот, честно говоря, до этого момента я ни одной жизни... Поздравляю, мученик! Твое фантастическое путешествие только начинается! Двигайся на свет! Да, спасибо. В общем-то, ни одной жизни я не терял. Ни разу не умирал. До этого момента. А здесь как раз вот... Свет расслабляет и приносит успокоение ума. Иди к среду! Так, а у вас здесь прикольно, мило. Так, только это самое. Мне нужен мой компаньон. Я ж как бы это самое... Ну, вы ж понимаете, я не зря же его сюда брал. Звал. Так, мне кажется, наша подружка Лилии она застряла где-то в этом... Где-то в воде там вот. Давайте мы откуда-то выйдем, перезайдем. Да, вот так вот сделаем. Отлично. Да, прошу прощения, ребята, это нужно было сделать раньше. Ну, не знаю, как бы да, уже этот момент испорчен, как говорится. Хорошо, двигаемся к свету. Двигаемся к жертвенному залу. Так, прекрасно. сейчас самое главное вот постараться не умереть просто. Просто постараться. Добро пожаловать! Присаживайтесь на стул! Шоу вот-вот начнется! так, ну что ж, Лили, ты готова к началу шоу? Да-да, хе-хе-хе-хе-хе. стул придется обязательно! Да сяду я на твой стул! Успокойся ты! Так, одну мину сюда. Так, кстати, вот это вот можем сделать так. Противопехотная мина. Можно и, конечно же, их поставить, но мы возьмем импульсный пистолет. У тебя нет выбора! Тебе придется сесть на стул! Хорошо! Поздравляю, мученик! И добро пожаловать! То, что ты находишься здесь, означает, что тебя предложили в качестве жертвы ради дальнейшего процветания твоего убежища. Может быть, сейчас ты чувствуешь гнев и печаль. Возможно, у тебя никогда не было внуков и возможности насладиться хорошей сигарой. Но иди с высоко поднятой головой, солдат. Помни, что каждый из нас играет важную роль. Чья-то роль излечения больных кому-то суждено стать гонщиком или пилотом корабля. А кто-то из нас жертвует свою жизнь на благо человечества. И может быть, это не так весело, как быть гонщиком, но это куда важнее. Давай вспомним о минутах, которые сделали твою жизнь достойной. Подумай о... ходить так, что бабуля тебя... ...темени, когда ты впервые позвал свою возлюбленную под трибунами стадиона. Или когда тайком выбрался из дома после отбоя, чтобы посмотреть новое кино, про которое родители говорили, что оно слишком страшное. Черт, они ведь были правы. Кто может забыть встречи с любовью всей своей жизни. Какая красота! Это просто примеры. Когда ты думаешь об этих вещах, чувствуешь ли ты некое волнение в груди. Хорошо. То, что ты чувствуешь, это покой. У тебя была великолепная жизнь. Прожить ее само по себе награда. Но это только начало. Теперь закрой глаза и представь, какие радости ждут тебя в следующей жизни после смерти. Ты видишь их хорошо. Так, а теперь мы в общем-то да, мы сейчас бахнем где-то у нас тут был этот самый А мы можем психо бахнуть. слэшер, честно говоря, хотел, но мы бахнем психо и бахнем медикс. А вот сейчас начнется тэш. м злэш. ... л терпев м м л м л м л м м так прекрасно все живы и я даже не умер а так но вот честно говоря стимулятор один я бы использовал так прекрасно мы живы мы пережили этот кошмар да здесь дофига останков прошлых несчастных которых принесли в жертву этим этим роботом ужасным и так секундочку только вот нам нужно что-нибудь что-нибудь пообъединять так ну или может быть покушать да кстати мы можем покушать давайте мы употребим макароны сыром так употребим грязную воду так прекрасно так ну и спать не сильно хочется так отлично можно теперь быстро двигаться так этих всех я облутал да да ладно бабушки уже гораздо лучшего пуля я рад я очень рад что как бы гораздо лучше бабушки секунду смысле гораздо а ну не да мне как бы уже полное здоровье давайте мы взглянем что находится за вот это его дверью компьютер убежище 11 так системная запись решения запись загружена автоматический ответ решения запись загружена кстати нам дали 500 опыта давайте нажмем отмена локдауна выключение программы завершена так и ну и давайте мы в общем то прослушаем ладно я знаю что ты меня слышишь так что послушай нас осталось пятеро пятеро из не знаю из скольких так что все кончено мы тут поговорили и все мы больше никого не пошлем умирать так что отключай нам воду или пускай газ что-то там запрограммирован сделать но мы больше не будем тебя слушать так так ну кое-кто показал что у него есть яйца поздравляю жители убежища 11 вы приняли решение не жертвовать одним из вас вы можете высоко поднять головы зная что ваш коммунизм служит всем нам блестящим примером и чтобы вы могли гордиться собой еще больше я сообщу вам прекрасную новость вопреки тому что вам внушали население убежища 11 не будет уничтожено за свои воли напротив мы включили механизм открывающий главную дверь убежища вы можете входить и выходить когда захотите но не торопитесь поговорите со смотрителем чтобы убедиться в безопасности выхода здесь волттек ваша безопасность наша главная задача да это просто какой-то дикий жуткий эксперимент да то есть они как бы в самом начало просто могли отказаться они все время приносили и приносили жертвы этому компьютеру ну да в общем то мир fallout поражает конечно же своей циничностью и жестокостью но в общем то реальный мир действительно еще больше циничен и жесток ну что ж а давайте мы на таком моменте наверное закончим эту очень волнительно интереснейшую серию всем спасибо за просмотр уже думаю следующую серию я начну да когда распродам все лишнее когда выберусь из этого жуткого убежища ну и мы наверное уже пойдем на финал данной игры да а именно вот будем отправляться в казино ну и скорее всего работать на мистера хаоса ну а пока что всем всего хорошего и пока 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 а Продолжение следует...